Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Салон по изучению Библии». Мы сегодня открываем новую главу, 23 главу книги Иова. Слава Богу за те 22 главы, которые мы с вами прошли, и у нас еще впереди 20. И я верю, что мы с вами успешно их пройдем, даст Господь нам еще на это время и возможность. Потому что каждый раз, продвигаясь вперед, мы, с одной стороны, имеем уже багаж освоенного, но не всегда практически применяемого. Потому что все, что мы слышим, значимого и важного, если это не пустить в оборот, то оно откладывается на заднюю полочку. И если в течение 72 часов оно не востребуется, то оно уходит так далеко и надолго, что уже потом стирает сама память для того, чтобы не засоряться. Если что-то для нас значимое и важное, то мы это достаем. Мы достаем к этому, возвращаемся к самим мыслям, к самим переживаниям, чувствам и практическим шагам. И вот тогда это усваивается. Тогда это становится нашей частью. Помните, слово «стало плотью, обитало с нами». Это шла речь об Иисусе Христе, но и также к нам это имеет прямое отношение. Когда слово «услышанное», потом растворенное верой, а потом приведенное в практику, становится нашей частью. И вот тогда, когда оно дошло до практики, тогда оно стало плотью. Тогда оно уже в нас живет и нами изнутри руководит. Поэтому, когда мы сегодня можем начинать новую главу, то я хочу, чтобы мы с этим прицелом слушали, вникали и для себя делали свои отметины. Потому что, знаете, раньше у народа израильского был такой обычай, когда носили или имели мужчины посох. И если помните, когда Моисей с посохом пришел к волхвам в Египте, то он бросил посох, и он превратился в змея. А потом сказал Бог взять его за хвост, и он стал опять посохом, жезлом. А что это значит? Для мужчины того времени и того периода, той культуры, посох включал в себя все события жизни, которые были значимыми для человека. И он делал какие-то зарубки, знаки, картинки, нарезал на этой деревянной палке, так называемой, которая становилась потом посохом или жезлом. И тогда, когда он с ним ходил, опираясь на него, палка была нужна в том периоде и в том месте, особенно в пустыне, чтобы разбираться со различными тварями, в частности, змеями на дороге, потому что всегда нужна под рукой какая-то палка, как инструмент. Поэтому, когда предложил Господь, а ты брось этот посох, а он превратился в змею, то есть, если ты опираешься на него, как на свой опыт, то это будет тебя жалить, это тебя не спасет. А если ты будешь опираться на меня, а не на свой посох, вот тогда, когда ты берешь власть над этим, что было в твоей жизни, когда она начинает извиваться, как змея, а ты не убегаешь, а сначала ведь он убежал от него, этого змея испугался, Бог сказал, вернись и возьми за хвост, и берет за хвост, и это становится опять посохом, потому что тебе надо понять, ты не будешь в числе тех людей, которые будут опираться на твой опыт. Тебе надо и понять то, что ты человек, который знаешь своего Бога в каждом дне, в каждой ситуации, который вникает во все твои мои дела. И поэтому сегодня, открывая эту 23 главу, хочу вместе с вами теперь слышать ответ Иова. Там Елефаз говорил в течение всей главы. Теперь Иов отвечает на все предложения Елефаза. Мы их разбирали с вами с позитивной точки зрения, с пониманием, что сближаясь с Богом, мы становимся спокойными, мы начинаем понимать, кто же наше на самом деле золото, серебро, и кто источник всякой силы. Но то, что было предложено Елефазом для Иова, чтобы тот вновь просмотрел свою жизнь, от чего-то отказался, в чем-то покаялся, а Иов так эти вещи и не находил в своей жизни. Вот в этом была нестыковка с точкой зрения Бога по отношению этих слов. А вот теперь ответ Иова, и его мы с вами внимательно рассмотрим. Первые несколько стихов. «И отвечал Иов и сказал, «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его». Вот теперь Иов начинает говорить, что уровень его познания до этого момента недостаточен, чтобы ему предстать перед престолом и оттуда услышать ответ. То есть пока он все свои рычаги использовал, все известные ему методы отношения, общения с Богом, реализованные раньше, использовал, но нет нового, того, что сейчас ему требуется. У него вызов больше, чем был до этого момента. И поэтому запрос у него сейчас, «О, если бы была возможность предстать перед престолом». Я думаю, что на сегодняшний день у нас у каждого эта возможность есть. Потому что через жертву Иисуса Христа доступ нам открыт. Открыт к престолу благодати, открыт к возможностям, которые есть там в зале суда. Потому что за суда или новые возможности, это много лет назад я говорил эту проповедь. Потому что если люди начинают понимать, а я имею право входить в зал суда, то у меня есть возможность там поговорить с Богом. Либо что-то записать, как определенный иск о тех событиях, которые ты хочешь поменять. Либо в которых ты хочешь увидеть Божье вмешательство, ярко выраженное. Поэтому у нас этот доступ открыт. Но у Иова тоже была возможность входить туда, потому что Бог его называет праведным человеком, который своей праведностью мог бы спастись. Это, кстати, крайне редкое явление. И в Библии отмечено таких только три человека. И поэтому, когда отвечал Иов, то у него запрос к Богу. У него уже не запрос к этим людям. Да, вы можете продолжать говорить, но у меня запрос к самому Богу. Я думаю, что каждый из нас, может, когда-то переживал или сейчас переживает что-то похожее. «Господь, я хочу только с Тобой сейчас этот вопрос решить, потому что без Тебя я опять иду по кругу одного и того же дела или одной и той же дороги. Но с Тобой мы можем переходить на глубину, на высоту, на масштаб влияния. Помоги мне это сделать вместе с Тобой». И, соответственно, друзья, когда мы видим, что «Ой, если бы я знал, где найти его и мог подойти к престолу его», то мы, когда подобного рода мысли допускаем, слова произносим, далеко не всегда понимаем, а как я буду чувствовать себя там у престола. Дело в том, что во свете его лица мы начинаем видеть свет по-другому. Во свете его присутствия мы себя начинаем ощущать по-другому. И мы это увидим в будущем в жизни Иова, потому что сейчас, пока мы не перескакиваем главы, но мы же уже читали эту книгу, и мы понимаем, вот тогда, когда он предстанет перед этим же престолом, какова будет реакция у самого Иова на то, о чем он просил, вот, по крайней мере, в данной главе. И поэтому Господь предлагает нам сегодня оказываться судьями в своей жизни, не судить других, а свою жизнь представить при лицо Божье и там говорить с ним о том, что является нашей частью и нашей ответственностью. Соответственно, Иов, человек, который сейчас пока запрос посылает в небо, чтобы мне там предстать, вот, около престола. Я думаю, что если вы когда-то переживали что-то похожее оказаться в Божьем присутствии в его реальности, мы каждый знаем, что такое Божье присутствие. Я думаю, что каждый в каждую свою степень, но знаем. Но тогда, когда мне пришлось увидеть Иисуса Христа и предстать перед Ним, да, будучи еще подростком, но это встреча, которая никогда не забудется по тому состоянию внутреннего обличения, которое я переживала. Это не его слова, это даже не его какие-то упреки, а это просто взгляд. И от этих глаз лучи, проникающие внутрь, они меняют все, они будоражат все, они достают то изнутри, что, может быть, где-то глубоко лежало или от кого-то было спрятано. Но теперь достается все, и ты свидетель самого себя и того, что в тебе было до сих пор. Оно теперь стало видно не только тебе, по крайней мере, ты начинаешь понимать, и вот тоже кто-то видит. До этого Иисус тоже это все видел. Но у меня не было этого понимания, сознания, что это так глубоко, и оно так ярко видно в этом мире, духовном мире. И поэтому, когда мы хотим, вот я вот смог оправдаться там или там, друзья, мы не знаем, чего просим, оправдания там практически исчезают, потому что ты начинаешь видеть картину другими глазами, и тебе просто стыдно за те вещи, которые мог поступить иначе. Поэтому у нас один выход. Прежде чем мы предстали перед этим престолом, это самому, при свете Божьего лица, при свете Его слова, при свете Его советов, Его заветов, Его обетований и Его законов просматривать свою жизнь каждый день. И когда мы просматриваем и видим что-то мутное, что-то не совсем чистое, что-то не то, за что мне было бы действительно приятно и радостно, а здесь какая-то часть неприятных ощущений, то в этом приносить покаяние. Это не значит, что нам каждый день надо много-много каяться. Нет. Идет речь о том, что мы заходим в освятилище, мы заходим в присутствие Божье, и там начинаем что-то обнаруживать и говорим, Господи, покажи мне, что в Твоих глазах является нечистым. И тогда ты начинаешь вдруг видеть какие-то взаимоотношения, где ты мог поступить иначе, слова, которые мог бы не сказать, а ты сказал, либо наоборот, надо было сказать, а ты промолчал, надо было сделать, а ты не сделал. И вот это во свете Его лица начинает подниматься не как упрек против нас, а как то, что надо сейчас исправить и сейчас поменять. Поэтому, конечно, друзья, я бы очень желала, чтобы мы с вами были в числе тех людей, которые сами себе выносят приговор, если это нужно, после того, как ты это обнаружил и принес покаяние. И то, что мы сейчас прочитаем из смыслового перевода, этот же самый текст. На это сказал ему Иов. Да, душа моя бунтует и протестует, и поэтому я говорю горькие для вас слова, потому что боль, которую я переношу, невозможно описать на словах. Иов здесь прав. Они не могут понять его изнутри, потому что они видят только внешнюю сторону вопроса, а ищут объяснение тому ужасу, который видят их глаза. Если б я только знал, как его познать и понять, и как увидеть его во всем величии и могуществе. Если бы я только знал. Иов понимал, что у него здесь опыта не хватает. Здесь какой-то новый вариант возможностей, который раскрывается для человека, если ты входишь во святилище, если ты ходишь в то место, где святость, слава, хвала, присутствие херувимов, это огненные ангелы, и серафимов, вернее, херувимы — это те, которые исполнены очей, а серафимы — это как раз огненные представители. И те, которые постоянно говорят «Свят, свят, свят Господь Бог», Саваоф, и вся земля полна славы Его. Когда мы смотрим на землю сегодня, у нас нет такого ощущения, что она полна славы, когда так много греха, так много беззакония. Но когда во свете Божьего присутствия вдруг начинаешь понимать, что земля заполняется славой Божьей, тогда, когда она с небес опускается на землю, то она не может не прийти сюда, где есть живые люди, и которые еще об этом молятся. Я хочу, чтобы мы вместе с вами сегодня, совершая те молитвы, которые вскрывают нас самих, которые показывают, где мы могли поступить иначе, где надо на себя взгляд изменить на ближних, на самого Бога, на обстоятельства, просить у Него на это способности, просить у Него на это возможности, просить у Него на это открытых глаз. Послание к Ладикийской церкви именно так и звучит. Ты думаешь, что ты богат, разбогател, ни в чем и не имеешь нужды, а на самом деле ты нищ, наг, слеп. И вот тогда, когда мы начинаем вдруг понимать, что слепота, нагота – это то, что мы имеем в отсутствии Божьих одежд. Что бы ты ни одел на себя по-человечески, но если в этом нет святости небес и его праведности Христа, то Он это одеждой чистой не назовет. Он называет, что каждый из вас как запачканная одежда. Поэтому, друзья, да поможет нам Господь не ходить в запачканных одеждах, когда есть возможность переодеваться сейчас и принимать весон чистый и светлый, который есть праведность святых. Этот весон дается, потому что и дан был ей весон или дана была одежда новая, как чистый и светлый весон и одежда святых. Поэтому, да поможет нам Господь во всем, что мы делаем сегодня, не оставаться на прежнем уровне, а переходить от силы в силу и от веры в веру. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы сегодня вместе с Иовом можем говорить «Благослови нас Твоим благословением», чтобы нам заходить к престолу Твоей славы и там на небесах видеть при свете Твоего лица себя самих, видеть то, что надо исправить, видеть то, что надо изменить, переодеть, от чего-то отделиться или отделить. И я благодарна Тебе, что все с Тобой возможно и реально, и Ты нам нужен. Ты могущественный Бог, и Ты нужен во всех деталях нашей судьбы и нашей жизни. Насколько, Господь, мы уже, может быть, каждый по-разному живет на этой земле, но в каждом дне Ты был нужен, и доселе мы живы, потому что Ты нас сохранял, оберегал, переводил от силы в силу, но и дальше мы в Тебе не меньше нуждаемся, а даже больше, потому что век стареет, потому что беззаконие умножается, и потому что нам нужна Твоя защита и Твой покров во всех деталях нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова